Городские депутаты с грустью попрощались с Алексеем Хохловым. Пленарное заседание муниципального парламента получилось торжественным и церемониальным. В адрес уже экс-главы областного центра звучали добрые слова и напутствия. Мне бы хотелось сказать вам слова искренней благодарности и надеяться на то, что вы в Государственной Думе, в высшем законодательном органе нашей страны будете активно отставить интересы городского Пугаванова. Поэтому позвольте вас поздравить и вручить эту благодарность. Единогласно депутаты прекратили полномочия Алексея Хохлова и благословили его на свершение на новом месте работы в Государственной Думе. Сразу обозначили круг местных проблем, которые необходимо решить на федеральном уровне. Основных направлений три. Финансирование окружной дороги, строительство новых школ и садов и расселение из аварийного фонда. Алексей Хохлов обещал интересы Иванова не забывать. Ну вот так сложилось, что избирателям судьба, жизнь меня направили решать эти же проблемы по-другому. И я здесь очень рассчитываю на вашу поддержку, помощь и понимание. С 5 октября начинается процедура избрания нового главы. Уже в 9 утра все желающие могут принести документы и письменно выразить желание возглавить муниципалитет. Кандидатам предстоит пройти два этапа. Заочный – рассмотрение предоставленных сведений и деклараций о счетах и доходах. И очный – презентацию проекта развития города. Оценивать потенциальных мэров будет комиссия из восьми человек. Четверых выбрали сегодня из депутатов Гурдумы. Остальных назначит губернатор. Конкурсная комиссия представляет на заседании Городской думы тех кандидатов, которые будут отобраны. И, соответственно, кандидаты на эту должность выступают на заседании Городской думы своим программой. Каждый депутат вправе задать кандидатам соответствующий вопрос. Поэтому я думаю, что данная процедура будет абсолютно открытая. С прошлого года именно тогда выбирали главу города в последний раз. Процедура не изменилась. Кандидат должен прежде всего соответствовать требованиям федерального законодательства и устава города. Небольшие новеллы есть только в порядке проведения процедуры. Теперь кандидатуры, претендующие на пост главы города Иваново, не должны иметь ограничений пассивного избирательного права, так как это предусмотрено для избираемых непосредственно населением глав муниципальных образований в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Пристально знакомиться с кандидатами комиссия начнет уже с 25 октября. А пока кресло мэра пустовать не будет. Снова единогласно городские парламентарии выбрали в РИПа, временно исполняющего полномочия. Им стал Игорь Чебыкин. Он же, вероятнее всего, и будет первым кандидатом на высшую должность города. О других желающих пока информации нет. Но по законодательству избрание возможно только при наличии двух и более кандидатов. Продолжение следует...